Здравствуйте, уважаемые трейдеры! О главных событиях в мире и их влиянии на рынок США говорим далее. Вашему вниманию свежий обзор основных трендов, и мы начинаем. Безусловно, сегодня в фокусе внимания главным образом переговоры России и Украины в Турции, которые, похоже, способны подарить рынкам надежду на скорое завершение военных действий. Само предвкушение результата встречи отразилось оптимизмом на главные биржевые индексы США, и они продолжили пребывать в зеленой зоне. Для начала отметим, что сессию 28 марта. Вчера биржевые индексы закрыли плюсом. Больше всего вырос технологичный NASDAQ на 1,31%, тогда как Dow Jones прибавил меньше всего 0,27%. Что касаемо S&P 500, он по итогу торгов прибавил 32,7% и торговался на уровне в 4 тысячи. 5,592 пункта. Примаркет для базовых индексов США тоже будет зеленым светом, что дает надежду на дальнейшее укрепление S&P. По мнению аналитиков, в ближайшую торговую сессию индекс широкого рынка проведет в диапазоне 4,530 и 4,610 пунктов. Если в начале недели подъему главных индексов на Уолл-стрит способствовал рост сектора технологий и новость о возможном дроблении акций Tesla, то уже сегодня драйвером роста может стать надежда на снижение геополитических рисков. Переговоры представителей России и Украины в Турции длились около трех часов, и по итогу заявления сторон были достаточно обнадеживающими. Представители делегации отметили предметность диалога, обменялись предложениями и заговорили о ратификации нового договора по внеблоковому нейтральному статусу для Украины. Кроме того, по итогу встречи прозвучало утверждение, что стороны наработали достаточно материалов для встречи президентов двух стран. Учитывая историю переговоров ранее, новый раунд выглядит достаточно воодушевляюще и дарит надежду на дальнейшее подписание мирного договора, что существенно может снизить общую напряженность на рынках. Но не стоит забывать и о чистой экономике. Сегодня композитный индекс S&P-CS, отражающий силу на рынке жилья США, вышел позитивным. В январе 2022 года показатель вырос до 19,1%, после пересмотренного роста на 18,9% в предыдущем отчетном периоде и превысил ожидания рынка, которые находились на значении 18,4%. Ряд более важных экономических показателей будет опубликован чуть позже сегодня. Речь об индексе доверия потребителей и числе открытых вакансий на рынке труда, что касаемо индекса доллара США, то он по итогу торгов в понедельник снизился. С трех недельных максимумов и закрепился около отметки 98,70. Сегодняшний премаркет для американца проходит в красной зоне. И похоже, что инвесторы решили немного передохнуть от ралли ожиданий. Таким образом, торговый диапазон для американца на ближайшую сессию очерчен в пределах уровней 98,70-99,30. Снижение индекса доллара США выглядит сегодня как консолидация усилий и передышка перед рывком. Причины веры в будущий рост американца все те же. Вероятность повышения Федрезервом ключевой ставки на 50 базисных пунктов мая. Ястребиные комментарии и пересмотр прогнозов продолжают царить в информационном поле. И на этой неделе доллар может получить новый импульс от макроэкономической статистики. Речь о публикации ежемесячного отчета о занятости, инфляции и данных о потребительском доверии в США. С другой стороны, перспектива заключения мирного договора между Россией и Украиной может пошатнуть привлекательность доллара, как одного из основных защитных активов. Что касаемо долларового дуэта, доллар-кади, то в понедельник канадец уступил первенство американцу и достиг отметки 1,2520. Отскок пока не перешел в бычий тренд, и движение пары сегодня выглядит достаточно неуверенным. В качестве возможного диапазона движения курса доллар-кади аналитики называют колебания в пределах отметок 1,2450 и 1,2600. Техническая картина движения торгового инструмента говорит в пользу дальнейшего снижения курса, но сегодня канадец теряет сильную поддержку в виде ралли нефтяных котировок. Цены на черное золото демонстрируют уверенное снижение, и вплотную приближаются границы между трехзначными и двузначными ценниками. Смещение фокуса внимания с сырьевого ралли снова переводит внимание на монетарную политику, как ФРС, так и Банка Канады. Если в более жесткие меры Федрезерва инвесторы уже почти поверили, то вот действия канадского регулятора пока под вопросом. Что касаемо главного криптоактива, то во вторник биткоин торговался на высоте в 47 575 долларов, снизившись на 0,83% по сравнению с предыдущей торговой сессией. На момент подготовки материала к данному видео криптовалюта поднялась к значению в 47 900 долларов и не очень-то уверенно подбиралась к высоте в 48 тысяч. В общем и целом криптовалютный рынок взбодрился и топовые альткоины двинулись в рост. По данным CoinGecko, общая капитализация крипторынка за сутки увеличилась на 6,7% до 2,260 миллиардов долларов. Первая криптовалюта сегодня продолжает демонстрировать корреляцию с фондовым рынком, что вполне может говорить о дальнейшем росте биткоина. Ближайшая знаковая высота в 48 200 долларов. Если актив сможет закрепиться выше этого значения, то возможно, что в ближайшее время котировка двинется и к отметке в 52 тысячи долларов. Вот такой преимущественно позитивной видят наши аналитики предстоящую торговую сессию. Как видим, снижение геополитических рисков инвесторами встречается на ура. Ну, изменится ли картина в свете новых статистических показателей, увидим. Традиционно желаем всем профита и прощаемся до новых встреч на нашем канале. Увидимся завтра!